Витаем вас, друзья! Поговорим о том, какая должна быть толщина каменной кладки на примере старинных византийских кладок. Мы сейчас находимся на острове Самос. Это город Пифагореа, который находится полностью под охраной ЮНЕСКО, потому что здесь почти каждый камень – свидетель древней истории Греции. В древние века на острове Самос была могущественнейшая цивилизация. Об этом свидетельствуют остатки от старинных построек. Например, храм Геры, который был возведен в 8 веке до н.э. Сохранились древние фундаменты и остатки колонн. Этот храм Геры был самым большим храмом в мире на тот период времени. Акведук или Эвпальловтонель, его еще называют, был построен в 6 веке до н.э. Он снабжал древний город водой. Его протяженность больше 1 км, и он считается до сих пор инженерным чудом. А нас привлекли древние византийские кладки. И построены здесь замок, или точнее, я бы сказала, это крепость Ликурга-Логофета. Здесь идет наслоение эпох и культур, и в каменных кладках это видно. Эта крепость построена на древних руинах, фактически дворца Клеопатры и Антония. Клеопатра была богатейшей и мудрейшей женщиной своего времени. Естественно, дворцы она строила под стать себе. Над этим дворцом трудились выдающиеся египетские архитекторы того времени. Внизу мы видим кладбище. Всю эту территорию занимал дворец. Он был огромных размеров, и от него почти ничего не сохранилось. Остатки фундамента и, возможно, вот эти древние колонны, которые мы можем подойти и пощупать. Крепость Ликурга-Логофета была построена прямо на древнейших развалинах. Поэтому, ходя по этим местам, мы фактически читаем древнейшую историю. От крепости Ликурга-Логофета уцелела сторожевая башня, которую сейчас мы с вами видим. Здесь были большие оборонительные укрепления. Они построены византийской кладкой. В Средневековье на острове Самос был византийский период. И наверняка византийская кладка, которая идет вдоль побережья, она осталась, скорее всего, с того периода. Давайте посмотрим. Что значит византийская кладочка? Камень совместно с маленькими колечками, совместно с маленькими камушками и керамикой. Итак, смотрите, положены камни. Камень, камень с той стороны, с этой стороны. Вот иногда так разговариваю с заказчиком. Надо делать толщину вашей стены, сколько нужно, 55-60 см, для того, чтобы эта стенка стояла. Почему? Во-первых, смотрите, когда мы кладем камни, когда мы кладем камни, посмотрите, обратите внимание, как здесь. Они не стоят вертикально, они стоят под углом, они стоят, как это самое, они стоят, то есть положены. Видите, плашмя. Как ты положишь камень плашмя, если у тебя 45-50 см, стена, там, если вы что-то уже положите, это какой-нибудь вертикальный камень, который, это самое, ну, никуда его, и ты его не положишь, плашмя. Вот, смотрите, как каждый камушек положенный, плашмя, 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 плашмя. Вот, смотрите, нету ни единого камня вертикального камня, потому что нормальная стена, нормальная толщина, ты можешь работать с такой толщиной, но если у тебя толщина, вот, да, я понимаю, современные материалы, туда-сюда, все, ну, тогда не спрашивайте, не говорите, почему вот этот камень вот так стоит, потому что, если, если я, скажем так, начну выкладывать там камни, то есть, наружная, внутренняя сторона, и в средине остается вот, вот, зазорчик, конечно, я там халику такую ставлю, чтобы она сама, но если у вас там существует еще забутовка хорошая, это там ложит добротный камень, для того, чтобы это все стояло на века, если вы хотите, чтобы ваши дома стояли на века, тогда не жадничайте, 55-60 см, минимум. Смотрите, камушек, 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 и плашмя, камни положены, плашмя, камни положены, плашмя, и никаких проблем, нету вертикальных камней, потому что достаточно толщина, подпорностяна. Да, я понимаю, что есть ребята, которые там, а здесь пройдет, конечно, пройдет, конечно, пройдет, в современном материале, когда у вас цемента навалено, хрไม่ знает сколько, и, конечно, это все пройдет, Но когда вы кладете, делаете подпорную стену, и делаете это на совесть, тогда это все не проходит. Тогда это все нужно делать так, как делали в старые времена. Это мелкая мелкость. Крутили, встроили и поставили. Я даже думаю, что это не сильно старое, современное. Может даже использовался цемент, может не использовался. Какой-то вопняк. Смотрите, это за счет камушков. Это дробленый песок. Не дробленый песок, а морской песок. И вот все это хорошо держится. Если вы посмотрите на то здание, Светлова говорит 19 век. Но это, наверное, еще постарше, потому что, наверное, это старое здание. Такое добротное здание. Приблизительно 60-65 см стена. Керамика с вставками керамики. Вообще, керамика это хорошо. Я смотрю сейчас на Самосей, даже на пляжные места. Полно вот такой керамики, керамики, керамики. Люди не собирают. Я на Патмосе всю керамику вы собирал. Если я где-то вижу керамику, я ее собираю на лучшие времена, так сказать. Вдруг придется какую-нибудь изюминку сделать для кого-то. Кому нравится именно Византия. Я это все применю своими руками. Сейчас подошел к этому месту, и увидел, как обложено, как-то так сделано, непонятно. Греки, они очень щепетильно относятся к своей архитектуре, к своей истории. Для них это очень важная тема. Я подумал, что возможно, что эта колонна, старинное здание, византийская кладка, обложена еще сделанный квадрат вокруг, чтобы это все не разрушалось полностью. И вот посмотрите, как это все смотрится. Даже вот там, немного отошла, арка была. Вот здесь еще одна колонна. Возможно, еще осталось, так сказать, до нашей эры это все происходило здесь. То есть, когда был Пифагор, когда все эти времена... И вот посмотрите, очень сильно развитая цивилизация на острове Самох была. и вот видите, арки, комарки, как для меня. Мне нравится, когда сделаны крапления, крапления камушков, керамических камушков. Вот там, смотрите. вот мне, допустим, очень так нравится, подходит. И дело в том, что керамика сама, она практически не выветривается. Она очень хорошо стоит, и хорошо держит ветер, морской воздух. И поэтому, здесь можно восхищаться теми мастерами, которые делали все это. очень красиво. А что это за деревяшки внутри? Ну, деревяшки, может. Вон дерево, вон там тоже дерево. Это было здание какое-то? Ну, что-то, видать, было здание отсюда, и шло туда. А отсюда шла арка, и вот здесь есть следующая арка. Вот, просто уже потом... Видите, еще одна арка? Да, еще одна колонна. В последствии это все было разрушено, землетрясение, может еще что-то. Но греки, смотрите, как сделали. Вот здесь, акация, смотрите, самая натуральная. Наша акация, но колонна, как бы, наклонилась. И греки, для того, чтобы она не упала, они ее обложили камнем вокруг, для того, чтобы сохранить эту всю красоту, старину. И это действительно красиво. Чувствуется вот эта энергия. Посмотрите, наклонившая колонна, даже вот эта докладка, которая была положена, она уже рухнула. Я не знаю, по какой причине, может, потому что, может, камни просто не были положены вглубь. Видите, оборвалось все. Да, оборвалось. Ну, зато еще колонна, колонна сохраняется на своем месте. Здание, 19 век, строилась там какая-то резиденция, для военных, для всего этого. Эти оборонительные укрепления послужили и в дальнейшем легендарной истории Греции. Здесь был дан отпор турецкой эскадре национальным освободительным движением Греции во главе с ликургом Логафетом. Он здесь византийские постройки укрепил и построил еще старовоживую башню, которая сохранилась и до наших дней. Остальное все в разрушенном состоянии сейчас находится. О самой кладке, о самых, смотрите, мастера делали там свои приколы, как бы, ну, то есть, выдвинули камни, и смотрится красиво даже. Кто-то из вас захочет когда-то что-то делать, и это будет прекрасно смотреться. И даже вот эта колонна. Я думаю, что ее просто так мастера взяли, поставили для красоты. То есть, как будто это продолжение стены. Ну, хотя я не знаю, я не могу здесь в данный момент утверждать. Возможно, это было что-то другое. Может, она с этой колонной соединялась? Возможно, да. Но если смотреть на ту колонну, сама арка пошла, скажем так, 50 см, 55 см, а эта идет где-то 45 см. И не совпадение вот это немножко. Поэтому я немножко смотрю со своей стороны. То есть, я как бы, допустим, специалист этого дела по камню, я бы тоже мог бы поставить и эту колонну выдвинуть, для того, чтобы запутать. То есть, человек проходит и всегда скажет, о, колонна, а может она старая, может там это самое. Культовое место, только да, приобретается определенный культ, когда человек уже сама начинает себе прокручивать. Я думаю, что это современная колонна, ну, со старым камнем. Как я уже показывал, вот эту всю постройку древнего города. И, конечно, использовались старые камни. И вот, допустим, мы вот строим иногда, находим вот такую деталь, то есть мельницу. Мы ее не будем там прятать, мы ее поставим на видное место, чтобы человек пришел и задавал себе вопрос, о, вот это да! Смотри, какой камень! Классный камень! И мне такой нравится! И я бы такой себе дома сделал! Понимаете? И вот, иногда мастера вот так работают, они что-то хотят, какие-то крапления сделать. И вот как вот здесь, смотрите, с какой-то колонны или с чего, мастер взял, поставил, и все, и это смотрится очень красиво. Возможно, если посмотреть по всему дому, по всей этой конструкции, возможно, можно много чего найти. И даже, вон, смотрите, какой камин. Я даже не знаю, почему мастера так сделали. Окошко! Ну да, окошко, ну как в виде камина. Видишь, там отверстие пошло наверх. Ну, возможно, какая-то задумка была, возможно, прораба, допустим, было такое право там, мастить как угодно, как хочется. А, возможно, здесь было как-то другие постройки. Сейчас трудно сказать об этом. Рядом с этой крепостью был построен храм Преображения Господня в честь победы греческой морской эскадры, которую возглавил Логофет над флотилией Турции. Это было в 1824 году. Сражение произошло в день Преображения Господня, и поэтому церковь тоже была построена в честь памяти. И в честь благодарности Богу был построен Преображенский храм. Он выдержан в венецианском стиле, построен в византийской кладкой в основном, но в нем также использован резанный камень и белый мрамор. Мы сейчас проходили храм, захватывая двух одноклассных белых мрамор. Кто-то делал реставрацию. Это же администрация нанимала людей, чтобы им залили бетон и взяли козерек. Возможно, даже этот козерек существует, для того, чтобы вот эта конструкция не разрушалась, эта красота не разрушалась. Потому что вот если посмотрите, там ветер в камне. Вот элементы камня, камней, которые разрушены. Ну, конечно, это можно было сделать с камня. Ну, вы посмотрите, вот в данный момент администрация отдала бетонщикам, чтобы те залили бетон. Не залили его даже правильно, не сумели залить, потому что, видите, торчит эта арматура, все это рвет этот бетон даже. Ну и, короче, вы видите, вот эта конструкция переживет еще и эту. Поэтому, я не знаю, зачем нужно было заливать бетон, так неграмотно, как эти бетонщики работают. И вообще, я так что-то подумал, вот вчера мы тут ходили просто по старинному городу, и набрела такая мысль, что вот все каменные дома, и как бы работы такой и как бы нету, но на сегодняшний день камень, это вообще как эксклюзив, и я вот посмотрел, и так подумал, думаю, вот как вот в современное время люди ездят на машинах, умеют ездить на машинах, кто-то на больше, кто-то на меньше, кто-то на автоматических, полуавтоматических. Так вот в старые времена, наверное, все, все, все мужики там умели класть в камень, то есть они там все это раз услышали, обговорили, прочувствовали, все, пошли дом строить себе. Вот керамика. Вот керамика. Вот керамика. Все, что красное, это все керамика. Вот керамика. Вот кусочек вообще от чего-то. Вот с такой керамики очень хорошо строить. Вот раз так вложил. В вкладочку красиво. В вкладочку. И вот эта такая, очень красиво, очень легко с таким работать. И вот дальше, если пройти, вот здесь, вон керамика. Керамика, керамика, очень много керамики. Ну с другом, и с той стороны тоже. В общем, все холмы усыпаны. Вон там керамика. Вот подпорная стеночка, наверное, была. Ну такое, нет, неподпорная стеночка. Такое ощущение, что здесь как бы совалось, совалось все подряд. Вот, допустим, между деревом и там, в дереве, тоже керамическая плитка. То есть там керамика. Вот здесь ее очень хорошо видно. Даже вот, смотри, керамика. 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 Гора усыпана керамикой. Вот, посмотри, посмотри, сколько керамики. Вот, да, такая, смотри. Как стройматериал можно использовать в теперешнее время. Вот, смотри, кусок горшка, а не горшка. Ну да, очень такой прикольный. И вот, смотри, там наверху керамика, везде, везде. Да, везде, везде, везде. Здесь старинный был большой-большой город. Ну да, может там что-то наверху какое-то обстроение было. Керамика, везде, 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 везде. Вот, смотри, вот здесь, смотрите. Вот даже вот такая. Вот так можно даже в бетончик, в растворчик. И вот так будет смотреться. То есть и на полу, и в вкладки. Прикольно.